Социальная сфера – основная статья расходов Донской казны. Дополнительные поступления из федерального бюджета также направят на выполнение социальных обязательств. Основная сумма – 2 миллиарда рублей – предусмотрена на пособия безработным. 158 миллионов на приобретение лекарств для лечения ковидных пациентов в амбулаторных условиях, 243 миллиона на выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей, 340 миллионов на зарплату педагогам. Все обязательства мы выполняем на 100%, тревог в этом плане нет. Соответственно, изменились параметры бюджета на 2020 год с темпами роста к 2019 году очень приличному. И у нас доходная часть будет составлять 212 миллиардов рублей, расходная часть – 228 миллиардов 700 миллионов рублей. 138 миллионов рублей дополнительно решено направить в этом году на возведение новой школы в Волгодонске на 600 мест. Ее строительство идет с опережением графика. Также за счет перераспределения бюджетных средств дополнительные суммы предусмотрены на ряд других значимых направлений. Это компенсация расходов предприятиям жилищно-коммунального хозяйства с целью неповышения платы граждан между экономически обоснованным тарифом и предельно допустимой платы граждан. Это субсидирование воздушных перевозок из аэропорта Платова по маршрутам Сочи, Самара, Нижний Новгород. Также парламентарии внесли поправки в областной закон об инициативном бюджетировании. В основном они касаются небюджетных средств, которые люди, организации или юрлица собирали в поддержку инициативных проектов и направляли в муниципалитеты. Раньше они поступали как пожертвования, теперь же получили название – инициативные платежи. Во-первых, инициативные платежи можно будет направить на реализацию конкретного проекта. Не просто пожертвования муниципалитету, а реализация конкретного проекта. Соответственно, если что-то происходит по ходу реализации такого проекта, ну, например, после торгов существенно сократилась его стоимость реализации. Соответственно, тогда в долях пожертвований, вот тех самых инициативных платежей, людям деньги будут возвращены. Нововведения вступят в силу с 1 января. Во всех муниципалитетах будут приняты свои нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать процесс отбора инициатив жителей и рассматривать дальнейшие финансирования, если проекты будут приняты в реализацию.